Добрый день, мы прочитаем пьесу Влада Хмель «Все нормально». Женщина один, женщина неопределенного возраста, женщина два, женщина примерно того же возраста, что и женщина один. Пустая комната, длинный стол, у стола три стула, на столе около каждого из них по стакану с водой. За столом на этих стульях, боком друг к другу сидят женщина один и женщина два. Дальше я их буду называть «Ж1» и «Ж2». Третий стул пустой. Долгая пауза. Я, в общем, что подумала? Я подумала, что квартиру можно разделить. Я хочу сказать, что в дом в любом случае никто переезжать не будет, так что нужно разделить квартиру. То есть, я имею в виду, ее можно разделить. Но зачем одной женщине эти четыре комнаты, правда ведь? Четыре комнаты – это ведь очень много для одного стареющего человека. Надо только придумать, как об этом сказать. Сейчас. Вот я прихожу и говорю. Я думаю, что квартиру стоит продать. Я думаю, что квартиру стоит продать, чтобы купить две маленькие. Чтобы мы, наконец, разъехались. Чтобы ты, наконец, перестала ебать мозги мне и моему будущему ребенку. Вот я ей это скажу. И она мне ответит. «Саша, ты что, ебанулась? Какому ребенку? Я тебя за 26 лет ни разу с мужчиной не видела». Ну, конечно, она не скажет «ебанулась», но смысл будет в этом. И я отвечу тому ребенку, которому предположительно пять недель и два дня. И которого я все еще подумываю не рожать. Она мне на это ничего не ответит, потому что, ну что можно ответить на такое? Пару месяцев назад я была в Риме. В церкви в Риме. Нет, в Бога я, конечно, не верю. Просто это архитектурный памятник. Но время таких куча. Я пришла посмотреть на прески. И вот я хожу, смотрю на эти прески. Или нет, это были мозаики. Я пошла смотреть на них. Да, потому что по мозаикам я писала курсовую на третьем курсе. И вот как раз была весна третьего курса, когда я в Рим летала. Ну, то есть я, конечно, не ради них летала. Я тогда столько не зарабатывала, чтобы ради мозаик для курсовой в Рим летать. Хотя я и сейчас только не зарабатываю. Но как-то я неправильно сформулировала, в общем. В общем, я хожу, смотрю на эти мозаики. А это самое утро. Храм почти пустой. И ко мне подходит монахиня. Ну, или как там их называют. Говорит мне что-то по-итальянски. Я ничего не понимаю. Поэтому я просто выхожу из храма. А там на лестнице целая толпа людей оказывается. Вот-вот должно было начаться венчание. Конечно, я ушла, не смотреть же мне на людей. Я бы не хотела, например, чтобы какая-то неизвестная девушка присутствовала на моем венчании. И вот. Я имею в виду, что если бы я вообще верила Богу и хотела венчаться, конечно. В общем, я ушла. И потом мне стало ужасно жалко, что я этого не увижу. Ты был Лавринин? Ну, и, конечно, никуда я не вернулась. Ну, так Бог. Конечно, я решила узнать, как там проходит церемония венчания у католиков. Открыла я, значит, интернет, сайт. Читаю интервью какого-то отца Павла. Он там рассказывает, как молодоженов готовят к обряду венчания. Как там красиво сначала про молитву написывать. Основы католической веры. А там потом он говорит что-то вроде. Мы объясняем, что в нашей вере строго запрещено использование любых противозачаточных средств. И я подумала. Ах ты же, блядь. И закрыла сайт. Пять лет прошло, а я так и не узнала, как проходит обряд венчания в католике. Ж1 набирает в рот воды. Пауза, во время которой Ж1 пару раз поправляет положение стакана. Потом отставляет его от себя. Только потом глотает и делает глубокий вдох. Вот мне 23 года. Я прихожу домой поздно вечером. Она спит. Я иду в душ. Я закрываю дверь на крючок. Снимаю одежду. Становлюсь в холодную воду. Закрываю шторку и включаю воду. Вода ударяется о холодную ванну и закрытую шторку. И сильно шумит. Я стою над водой и думаю, как же хорошо, что она спит. Господи. Как же хорошо, что она спит. Как хорошо, что после этого тяжелого рабочего дня я могу в тишине стоять в ванной. Никакого... Саша, я же говорила, что будет дождь. Неужели так трудно было взять зонт? Или этого... А ты знаешь, сколько куб воды стоит? Никакого... Только шума. Вот. Я стою, думаю обо всем этом и понимаю, что часы забыла снять. Они на металлическом ремешке с напылением из белого золота. Я себе их на день рождения подарила. Я это все к тому, что их как бы лучше не мочить. Вот. Снимаю я, значит, часы. Выглядываю за шторку, чтобы положить их на стиральную машину. И вижу. Из двери нож торчит. То есть, вот натурально нож в щели, которая между дверью и кусиком. Я несколько секунд простоялась в ступоре и стала дальше как бы мыться, чтобы звук воды не менялся. А сама смотрю на дверь, точнее уже на защелку в двери и на нож. Нож сначала так сверху вниз спустился, уперся в крючок, потом исчез, появился внизу. Уже под крючком. И тут я выключила воду. И нож опять. Ты была в ремень. Исчез. Сегодня бы я, конечно, воду не выключала. Интересно, как бы, что бы она мне сказала, как бы оправдывалась. Точно что-то вроде, а зачем ты закрываешься? Вдруг ты там поскользнешься в ванне? Тебя там, тебя я потом как оттуда доставать буду? Снова пауза. Ж-1 снова пьет воду. Стаканы с водой большие. Неужели так трудно было куртку убрать с дивана? И бросает вещи на куртку. Пакет с продуктами, сумку свою, ключи от машины, все. Я говорю, нет, мне это не трудно. Просто она мне не мешала. Вот грязная плита мешала, я ее помыла. А куртка с оттопыренной вешалкой не мешала. Петелькой. Что? У куртки отрывается петелька. Так вот, говорю, куртка эта мне не мешала. Вот она и лежит. Ну, она показательно вытянула куртку из-под своих вещей, так, чтобы все посыпалось с дивана. Ушла вместе с ней. Я не понимаю, что произошло, но думаю, ладно, может отпустят ее. Но на следующий день ухожу гулять, а за пару дней до этого ключ где-то дома потеряла. Ну, в общем, ничего страшного, но нужно было входы-выходы согласовывать так, чтобы кто-то был дома и передавал другому ключи. Ну, в общем, я ушла утром, и мы почти не виделись. Она только дверь за мной закрыла. Звоню вечером. Я планирую быть через час. Ты как? А ты с чего взяла, что все должны под тебя подстраиваться? Скажи мне. Я у Светланы Игоревны в палате убираюсь, вещи складываю. Ты вроде как весь день свободна. Так с чего это ты мне звонишь и условия ставишь? Через час она будет. А ты крутись, как хочешь. Я крутись, как хочешь. Подождешь. И все это таким, знаете, спокойным голосом. Я вообще-то никогда из дома так не уходила. Даже в самые ядерные подростковые годы всегда у себя ночевала. Даже пьяная, даже после скандалов. Но тут подумала, ну все, конец. Прямо вот отчетливо поняла, осознала, это конец. И в 20 лет впервые как бы ушла из дома. Ну, то есть вообще просто домой не вернулась. Пошла к подруге. Ну и телефон выключила, конечно. Просыпаюсь утром, иду в душ, готовлю омлет, ем. И вот пока я ем омлет, понимаю, что вообще не знаю, что мне теперь делать. Не звонить же мне и ключи выпрашивать. В самом деле. Поехала в больницу. Приезжаю, захожу в палату. А Светлана Игоревна прямо так мне радуется. Я даже не помню, когда она мне в последний раз так радовалась. Вот. И я так ей говорю, можно я твои ключи возьму? Она что-то мне отвечает, я все радостно так. Ну, конечно, ключи в тумбочке. Только возьми сама, а то не дотянусь. И даже никаких вопросов своих обычных не задает. Ну, я открываю тумбочку, беру ключи, ухожу, иду по коридорам этим уродливым зеленым, верчу ключи в руках. И что-то мне так неспокойно, даже тревожно как-то. Ну, как будто так не бывает, что вот так вот, как будто точно должен быть подвох. Включаю телефон. Ни одного пропущенного. Прихожу домой, ее нет. 11 вечера, ее нет. 12 нет. Я не звоню. Час ночи. Пришла. Очень долгая пауза, во время которой ничего не происходит. И вот так несколько дней. У Светланы Игоревны прощение бы попросила. Ж1 встает, поднимает ногу, как бы чтобы сделать шаг. Слышится сильный удар в двери. Ж1 опускает ногу на место, садится на стул. Пауза. Ну как? Нагулялась? Устала. Занята была, наверное? А что происходит? Ты была в Риме. Я хочу узнать, что происходит. А ты подумай. Нет, а что происходит? Нет, а ты подумай. Я пытаюсь, но как видишь, у меня и это не получается. И поэтому я очень хочу узнать у тебя, что происходит. Устала, наверное? Ну, гулять-то не утки ворочать. В конце концов, для чего еще нужна я, если не для выполнения твоих обещаний? Что происходит? Нет, ну что ты так сразу, все же нормально. Ты пойди, погуляй, проветрись, отдохни. Какая-то ты нервная сегодня. Ты осторожна. Так ведь можно и в больницу слечь. А то все болезни, я не знаешь, от нервов и переутомления. Так что ты аккуратный. Если ты все сказала, то я ухожу. А ты точно уйдешь? Нет, ну просто если ты уйдешь так же, как пришла в субботу к Светлане Игоревне, то я тебя и останавливать не буду. Я не приходила к Светлане Игоревне в субботу. Так а я о чем? Я не приходила к Светлане Игоревне в субботу, потому что там была ты. Нет, извини, конечно, что мне сейчас приходится портить твою историю, но мне кажется, здесь небольшая ошибка в причинно-следственных связях. Я была у Светланы Игоревны, потому что туда не приходила ты. Нет, извини, конечно, но ровно в 5 часов 42 минуты я получила звонок. Этот звонок был от Светланы Игоревны. И в этом звонке она мне сообщила, что приходить к ней не надо, потому что к ней приходишь ты. Нет, извини, конечно, но вот ведь интересно, получается, ровно в 5 часов 44 минуты я получила звонок. Этот звонок был от Светланы Игоревны. И в этом звонке она сообщала, что к ней обязательно нужно прийти, потому как ты уже 44 минуты не приходишь, и, видимо, не придешь. Вот ведь интересно получается. А теперь я пойду спать. А потом Светлана Игоревна умерла. И я была счастлива. Я, конечно, не особо разрешала себе радоваться. Вспоминала все хорошее, что было связано с ней, пыталась плакать даже. Думала, что вдруг... Я просто пока не осознаю, что такое смерть, что это насовсем. Думала, что у меня посттравматический шок вот скоро-скоро и накроет. И я вот прямо ходила по дому иногда, из комнаты в комнату, из комнаты в комнату, без цели, и думала, ну, как же все-таки хорошо без нее. А сейчас... Я сейчас страшно что-то говорю, да? Мне только тогда стало очень жалко маму. Может быть, впервые в жизни по-настоящему. Я смотрела на нее и думала, это у нее умер кто-то, кто, как она для меня. Она плакала. А потом похороны эти... Господи, какие нахуй похороны, думаю? Ну, мне же плевать, честное слово, мне плевать. Хоть рай, хоть ад, хоть этот вечный неупокой. И я решила, что на похороны не пойду. Ну, то есть, можно было, конечно, сходить, погрустить над гробом, но я подумала, что нужно же кому-то взрослеть, когда-то мне взрослеть. Нужно начинать принимать самостоятельные решения. Вот пусть моим первым самостоятельным решением будет не пойти на похороны. Это, как, знаете, сделать сразу что-то прям совсем разочаровывающее, но то потом уже после этого не страшно. Вот я решила, что не пойти на похороны – это подходящий способ официально принять статус плохой дочери, чтобы потом вообще не пытаться быть хорошей, чтобы больше не чувствовать вот этой нужды, оправдывать звание «хороший». Ну, в общем, и пошла. Саша, тебе нужно купить черный платок. Я не пойду. И найди свое черное платье. Я не пойду. Нет, у меня все хорошо, у меня все очень хорошо. Просто завтра я никуда не пойду, потому что я не хочу, потому что я взрослый человек. Я решила, что я не хочу. Я не хочу смотреть на трупы, делать вид, что мне грустно, поэтому я не пойду. Я сама найду твое черное платье. Плато куплю сегодня вечером, напомни мне. Выгладишь сама? Ладно, оставлю все на стуле, завтра в восемь, будь готова. Ж2 встает, как бы хочет куда-то уйти, но не знает куда. Садится. Ударь ее. Зачем? Она меня укусила. Ее нужно наказать. Ударь ее. Нет. Ее нельзя бить. Почему? Потому что никаких детей нельзя бить. Почему? Она кусается. Еще она отвечает. Что значит отвечает? Ну вот она мне что-то говорит, я ей отвечаю, и она мне отвечает. Она просто отвечает? Как это просто отвечает. Дети не должны отвечать. Они должны слушаться, что им сказал старший. То и делать. И ничего не говорить в ответ. А она отвечает. Ударь ее. Это мне говорила девочка лет десяти. Я гуляла в парке с племянницей подруги, пока она в университет ходила. Племянница, но обычно ребенок лет пяти, что-то спрашивает, ноет, перебивает. Она в парке познакомилась вот с этой девочкой лет десяти. Так вот. И я тогда послушала эту девочку и подумала, что ее родителей нужно было кастрировать до достижения половозрелого возраста. И потом я еще подумала, что нужно ввести такой закон, по которому возможность начать, зачать ребенка, возможность зачать ребенка можно будет получить только по прохождению психиатрической экспертизы и сдачи экзаменов. Вы вообще представляете, сколько вот таких несчастных? Вот уже полчеловечества точно может быть. И я подумала, что вот эту девочку тоже вот прямо сейчас нужно куда-нибудь психдиспансер сдать. Или сразу, блин, на стерилизацию. Потому что она вот родит потом пятерых таких же девочек. И эти дети еще родят. И вот лучше прямо сейчас на ней закончить. Это знаете, как с генетическими болезнями, которые передаются с очень большой вероятностью. И тогда я поняла вот этих вот сумасшедших, которые запрещают людям с такими болезнями рожать. Так ведь болезнь не распространяется вот так, да? Она же вот вообще у всех будет, здоровых-то не останется. Хорошая рубашка. Да, спасибо. Я только вчера купила, мне сразу цвет понравился. Это что, хлопок? Это лен стопроцентный бельгийский. Ты же утюжить нормально не умеешь. Какой тебе лен? На ней уже вон заломы. Господи, да вы утюжу я. Сколько уже можно? Да ты ее сожжешь скорее, чем вы утюжишь. Дай сюда. Ну, вблизи, конечно, не прямо шикарная. Не так жалко, сжигать будет. Что ты сказала? Я говорю, сжигать ее утюгом будет не жалко, не шикарно. А у тебя что, деньги? Может, лишние появились? А может, и появились. Может, и работу ты нормальную нашла? А может, и нашла. И почему я об этом не знаю? А о многом ты знаешь. Я знаю, что ты уходишь из дома в 7.45 утра. А когда приходишь, всегда сначала снимаешь куртку, потом обувь, потом идешь в душ и закрываешься там на крючок. Потом идешь есть, потом закрываешь дверь в свою комнату и ложишься в постель. Потом еще 40 минут лежишь, смотря в телефон. Потом выключаешь телефон и еще 15 минут просто лежишь. Я знаю, что выйдя в 7.45 утра из квартиры, ты забираешь из чужого почтового ящика пачку сигарет. Проходишь два квартала и там закуливаешь. Я знаю, что это всегда мальбора красного в квартире 217. Я знаю, что ты прогуливаешь первой парой каждый вторник и каждый второй четверг. И я знаю, что это политология и история. Лекции. Я знаю, что после университета ты идешь пешком в две станции метро, потом садишься в трамвай на кольцо и едешь. Я знаю, что когда ты входишь в подъезд, в твоей правой руке перцовый баллончик, а в левой красный мармор положить в квартиру 217. Я знаю, что ты поднимаешься по лестнице от 3 минут 57 секунд до 4 минут 53. Я знаю! Я знаю! Я думаю, что это значит, что ты плохая дочь. Ж2 отворачивается от Ж1. Долгая пауза. Она все не может решить, что ей делать в этой жизни. В университет не хотела идти. Нет, вы представляете, в университет не хотела идти. Ну, я сказала, будешь жить отдельно, там и живи сама, как хочешь. А пока живешь со мной, ешь мою еду и тратишь мои деньги, так будешь добра. Нет, ну что, у меня ребенок самый тупой, даже в университет не поступит. Здравствуйте, Анастасия Ивановна. Как Саша? Саша хорошо. И? Саша ничего не делает? Саша ищет себя? Саша, Саша? Что Саша? Как мне нужно было бы отвечать? Ну, я настояла. В конце концов, у меня опыт, у меня какое-то понимание жизни уже есть сформированное. Я его так свою судьбу угробить не дам. Ну, ничего, учится ведь. Он сессию сдает на отлично, работу, говорит, нормальную нашла. Потом еще спасибо скажет. Ж2 пьет воду большими глотками, как бы куда-то спеша. Короткая пауза. Когда Саша родилась, мне было 26. Считай, старороженица. Первый ребенок их 26. Это же не то, что сейчас. Хочешь хоть в 40 рожаниях, все тебя только похвалят. Ну, какая молодец, не попозралась. А я думаю, у нас вот все правильно было. В конце концов, ты что, ребенка-уррода хочешь? Я вот Саше так и говорю. Ты что, ребенка-уррода хочешь? Я вообще ребенка не хочу. Ж2 выдерживает паузу. Возвращается в положение боком к столу, продолжает, не изменяя тона. Пока Ж2 говорит, Ж1 пересаживается на третий стул у третьего стакана. На первый стул больше не возвращается. Вообще, конечно, хорошо, что Саша тогда появилась. Если бы не она, я бы, наверное, так никогда не собралась рожать. А взрослеть-то надо. Я когда поняла, что беременна, сразу знала, что делать. А мама так и говорит. Ну, хоть когда-нибудь взрослеть-то надо. Вот. Помню, иду на танцы. Начало лета, вечер, тепло. И навстречу мне девочка, примерно ровесница, с коляской, одна. Вот, думаю, дура, лучшие ж годы. А следующим летом там же Саша выгуливала саду на этих бегущих клуб. В туалетах клуб был на ремонт. Что? В лето за год до рождения Саши клуб был закрыт на ремонт. Я точно помню, что в туалетах танцы были именно там. Но, может, я ошибаюсь. Нет, наверное, ошибаюсь. Ну, в общем, где бы то это ни было. Но это было в парке. В туалетах танцы проводили в парке. Ну, значит, в парке. Спасибо. Но история совсем не об этом. Я только хотела рассказать. Ну, если берешься, расскажи, то расскажи. Я хотела рассказать, как встретила девочку с коляской. Подумала, что она дура, вот и все. А Саша сумасшедший ребенок. Вот совсем без головы. Правда. За ней постоянно надо следить. Вот куда-то исчезает, влазит, что-то делает. Я не знаю. Как будто пацан. Нет. Ну, одиннадцать лет. Уже взрослая девка. Я вчера высовываюсь в балкон. Ее взрослая. Ору, ору. Никакой реакции. Нигде нет. А уже поздно. Десятый час. Темнее. Ей после восьми тридцати можно только выстрелить. Пошла искать. Руки колотятся. А сама думаю. Как я сейчас влуплю? Вот только найду и влуплю. По заднице и ремнем. Сначала за руки домой петяну. И потом по заднице и ремнем. Выхожу во двор. Ее нет. Ну, ладно. Ее там и не было. Думаю. Ничего. Иду вокруг дома. А у нас старца. С старца дома детская спортивная площадка. Тренажеры. Там всякие металлические. Кольцо баскетбольное такое все. И турники. Три уровня. Маленький фен. Средний, высокий. То есть это для детей высокий. Для взрослых он маленький все равно. Ну, может, до плеча. Не знаю. Ну, может, чуть выше. В общем, висит. Вниз головой. В платье. Головы за юбкой не видно. Зато трусы. Пожалуйста. Руками по земле болтают. Не знаю. Мне иногда кажется, что это все из-за имени. Ну, ну, такое оно. Мужское, может. Поэтому я так сначала хотела ее Алиной назвать. Красивое имя. Алина. Алина. Хорошая. Женственная. А потом мама говорит. Давай Саша. 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 Александра. Александра. Это аристократично. Алина. Алина. Как-то в этой песне тоже получается женственная. А в жизни как-то не получается. Я вот теперь думаю. Та, что... Ну, была до меня. Она каким ребенком была? Как Саша сумасшедшая? Почему они тогда решили, что я им все равно нужна? Почему меня еще родили? Хотя она маленькая совсем была, что там поймешь. Но я бы все равно еще раз не рожала. Ж2 недолго молчит. Потом встает. Становится за стулом и опирается руками на спинку. Когда мама умерла, я думала, все. Тут я и умру. Она, конечно, в больнице лежала. И врачи так мягко нас готовили. Но вот раз и умерла. И к такому нельзя быть готовым. Я держалась, пока ее там не увидела. Тяжело нам было. Саша, наверное, до сих пор не отошла. Она даже на похороны не пошла. Представляете? Такой шок. У нее ведь никто никогда из близких не умирал. Да она вообще тепличная. А тут сразу. Они всю жизнь вместе. Ну, в общем, я ее не заставляла никуда идти. Это же труп. Знаете, не каждый выдержит. Пауза, во время которой Ж2 продолжает стоять. Я не знаю, что мне делать. Я не могу ничего делать. Я не буду ничего делать. Мне нечего делать. Встает, обходит стул. Опирается на него так, чтобы смотреть куда-то в сторону стула, на котором она сидела вначале. Обе женщины стоят. Почему она без шапки? Она в шапке. Нет, я смотрела в окно. Она без шапки. Значит, ей не холодно. Что значит? Значит, ей не холодно. Она ребенок. Но раз она сняла шапку, значит, ей не холодно. А я думаю, это значит, что ты плохая мать. Долгая пауза, Ж1 уходит. Ее нет. Завтра я привезу всю одежду. Тогда останется перевезти только мебель. Немного. Люлька, столик и лампа. Все можно поставить в моей комнате. А шкаф вынести на балкон. Можно? Нет. Останется нормальное место. Диван можно не раскладывать, если что. Я сама все занесу. Ну, говорю же, немного там. Да. Да не хочу я ни о чем его просить. Видеть его вообще не могу. Ну и нормально. Два раза в лите спуститься. Все поместится. Мам. Пауза. Ж2 берет стакан. Вода закончилась. Крутит стакан в руке. Смотрит вперед на стакан. Вперед на стакан. Ж1 возвращается. Ставит графин с водой на стол. Садится. Ж2 тоже садится. Стакан держит. В нем ничего нет. Ну, знаете, ребенок, я считаю, должен родиться в полной семье. Да и все эти оформления документов после рождения. Зачем это все? Когда можно же просто расписаться сразу. Нам на свадьбу родители подарили деньги. Мы сразу решили, что отложим их ребенку на всякие коляски, пеленки. Вообще, странно было. У них же там никто не знает про ребенка. Только родители. А мама моя дарит деньги и при всех говорит мне в живот. Ну, с родителями не повезло. Так хоть и бабушка поможет. Это прям я запомнила. Она шутила так, конечно. Просто выпила уже. Хорошо, отец мужа сразу подхватил. Говорит что-то типа, а чего это только бабушка? Мы все поможем. Кто на мальчика, кто на девочку. Ну, вот как ты так выкрутил. Но только сейчас я это рассказываю. И мне что-то кажется, что все равно они все поняли. Вот стыд. Мы свадьбу не хотели совсем вообще-то. То есть, конечно, я хотела, как все девочки, чтобы белое платье, торт. Вот это. Ну, как в фильмах. Ну, это только в фильмах так все хорошо. А тут вообще-то жизнь. Здесь надо как получается. А получалось что? Я беременна. Денег нет. Мужа, ну, тогда жениха знаю, полгода. Отношения, сами понимаете, какие все эти его родственники еще. И вот этого я всего не хотела. Но свадьба-то все равно была платье. Выбирали так, чтобы живот не облегала. Хотя вообще-то живот у меня совсем маленький был. Ну, третий месяц, первая беременность. Какой там живой? Ну, как-то, видимо, на всякий случай. Я, если честно, вообще замуж на него не хотела. А если честно, совсем и детей не хотела. Когда веником долго пользуешься, он, знаете, выгибается так в конце. Это от того, что в одну сторону постоянно метешь. Так когда вот метешь потом этим выгнутым концом в обратную сторону, то он мусор лучше цепляет. Особенно так удобно ковры подметать. Потому что в коврах все же как раз в этот борст забивается. Ну, туда, прямо вглубь. В общем, сначала нужно вот так, значит, против этого изгиба подмести. Чтобы весь этот забившийся мусор подоставался. А потом его нужно уже по правильному сверху так смести. Уже держа веник вот так. Ну, правильно. Чтобы движения были как бы по этому изгибу. Тогда все чисто. А если не так, то получается просто красиво. А внутри грязь. Беременность. Биологическое состояние животных, характерное для самых плацентарных и сурчатых мелькопитающих. Это состояние обусловлено зачатием нового хосби, представляет собой процесс вынашивания детенышей. Внутри организма самки период беременности при успешном исходе завершается родным. Беременность может наступать в результате естественного оборонения, так и в результате искусственного осуществления, а также в результате имплантации около двух лет, а у длинного носа в бандикутах и у обыкновенного опоссума 12-13 дней. Нормальный срок беременности у человека составляет около 38 недель. Или около 40 недель так называемого акушерского срока, отсчитываемого от начала последней сурации. Я встретила мужчину. Мужчина? Ему 34. Он не женат, детей у него тоже нет, ничего такого. Ну старше, ничего страшного. Не с такой разницей вам живут, нормально. Нормально, нормально, нормально. А что нормально? Ничего, нормально все говорю. 34 детей нет, нормально. Нет, ну вот что это нормально значит? Что нормальный этот? Ну нормальный этот, как ты его там назвала? Мужчина. Я не собираюсь за него замуж. Ты не собираешься за него замуж? Я не собираюсь за него замуж. А. Вообще-то, может, соберусь. Тебе сколько лет? 25. Еще раз? Мне 25 лет. То есть ты в своем уме, да? Ага. Я имею в виду, ты сейчас понимаешь, да, ты вот, ты здесь, все нормально. Мне 25 лет, может быть, я собираюсь замуж, может быть, не собираюсь замуж. Все нормально. Тебе 25 лет. Мне 25 лет. Я в своем уме. Ты бы хоть детей и пожалела. У него нет детей. Да своих детей, дура. Вот. А сейчас мне начинает казаться, что не в своем уме ты, потому что ты прекрасно знаешь, что никаких детей у меня нет. Вот именно. А. Ты вообще понимаешь, какие последствия могут быть от поздних родов? Ты что, ребенку уроду хочешь? Ты знаешь, как рожать? В 30. А ты знаешь, как не рожать? В 20. Ж1 и Ж2 смотрят друг на друга. Ж2 поворачивается боком к Ж1. Ж1 не меняет положение. Спустя несколько секунд она тоже поворачивается. Ж1 встает, наливает себе воды, говорит и льет, льет, льет. Когда Сашенька умерла, я подумала, тут и я умру. Нас, конечно, готовили, что вот раз, но вот так раз и умерла. В общем, я тогда уже знала, понимала, что все. Что все у меня умирают. Что и вот, и вот она умерла. И я подумала, что все, больше никто, больше никому не дам, никому не дам умереть. А мой отец? Ж1 перестает лить воду. А твой отец уже 2 года как умер тогда. А. Пауза, Ж1 садится. Он 2 года как умер, твой отец. Я поняла. Хорошо. А какой он был? Ты его совсем не помнишь? Он 2 года как умер тогда. А. Да. А какая разница, какой он был? Ну, да, наверное, никакой. Красивый. И сильный. Да. Красивый и сильный? Да. Такой, такой заботливый, трудолюбивый был. Красивый, сильный и заботливый. Да. Да. Ты чего за мной повторяешь? Я? А я... А я... А я же еще не родилась. Он тогда 2 года как умер. Да. А. Ну, да. Долгая пауза. Я когда второй раз шла рожать, Настю рожать, я все так и думала, что больше у меня никто не умрет, никто не умрет, никто не умрет, никто не умрет. Это я знала просто, что никто не умрет. Я знала и все. И никто не умрет. Пауза, во время которой уже один улыбается. Саша. Сашенька. Саша. Спишь? Спит. Баю-баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок и укусит за бочок. Баю-баю. Сашенька устала, целый день играла. Спи, 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 спи. Спи, моя хорошая, спи. Сладкая. Спи. Они говорят, что ты уже не проснешься, а я думаю, что они ничего не понимают. Я думаю, что они просто не знают, что такое любовь. Сашенька, у них ведь эти белые калаты, перчатки, маски, очки, откуда им знать, что такое любовь? Чем им ее чувствовать? А она тебя и спасет, Сашенька. Сейчас я тебя крепко обниму, и моя любовь тебя спасет. Ж1 крепко сжимает саму себя, как бы обнимая. Очень крепко, изо всех сил. Зажмуривает глаза, не дышит. Все. Я представлю артистов Юлия Силаева. Пятый имени Маяковского. Правильно, правильно. Все точно. Да. И Наталья Сапожникова. И Кирилл Вытасов. И Благодарю. Спасибо.